Кстати, очень хорошо посоветовали не опаздывайте на поезд, потому что действительно из-за погодных условий немножко транспортные такие неувязицы получаются. И потому, собственно, именно поэтому у нас сегодня гость не один, а сразу двое. А сразу двое. Александр Александрович, директор детского парка. Доброе утро. И Ника Александровна. Вот папа просто не успел в садик завести. А воспитатели, скоро воспитанница прибудет, пока что она у нас здесь в гостях. Сейчас нам как раз Ника и расскажет, какие у нее любимые герои в детском парке, когда она к папе приходит на работу. Кто тебе нравится из героев в детском парке? Лунтик? А еще Фиксик? А Барбоскин? А вот нечего. У нас все любимые герои. Мы выбираем наших персонажей таким образом, чтобы они были какие-то современные, узнаваемые. И сейчас самые популярные вот эти российские мультфильмы, они мне самому очень нравятся. И как Ника говорит, хочу хлеба и мультики. Дети все обожают хлеб. И потрясающие персонажи. Вот, допустим, Барбоскин. Мы себе тоже взяли такой ростовый костюм. Очень узнаваемый, дети его любят. А, то есть это аниматоры своего рода? Да, это ростовые костюмы, но мы выбираем по узнаваемым мультфильмам. Очень здорово наблюдать, как из года в год детский парк, он настолько меняется в лучшую сторону. Вот вы молодец. Что на этих выходных, как лето будете встречать? Что интересно? Какую программу готовить? Просто, ну, мы уже привыкли, вот, если вы у нас в гостях, значит, назревает что-то интересное. Что-то новенькое. Ну, мы решили, что это лето. Каждые выходные, без исключения, будут яркие, грандиозные праздники. Начало будет с 12 часов, будет работать две площадки минимум. Первая – это у нас на самой сцене, вторая – около дуба. С 12 часов до самого позднего вечера будут проходить какие-то действия. Будут гулять наши любимые аниматоры, полюбившиеся, которых мы купили, которых мы пополняем коллекцию. У нас их более 25 костюмов. Конечно, когда они идут по центральной аллее, все эти куклы – это потрясающее зрелище. 25 костюмов. Да, есть люди, которые приходят в будни и гуляют с этим костюмом. Дети хватают их за руку и просто гуляют с ними по детскому парку. Это так любопытно. У нас, помимо этого, свои живые скульптуры – тоже больше 20 костюмов. Свои ходулисты – около 15 костюмов. Но мы не собираемся останавливаться. Мы сейчас взяли себе клоуна, дрессировщика животных. У нас такая база потрясающая – зоопарк. Нам, как церковь сказали, грех этого не сделать. Я прислушался к их мнению, и да, у нас будут дрессировщики. Проще сказать, чего у вас нет. Хорошо, секундочку просто. Дрессировщик, он будет выступать с животными, которые обитают в зооуголке, в вольерах или где-то будет отдельная площадка? На основу на сцене. Но это будут такие контактные животные. Козочки пока. И козочки подвергаются дрессировке? Козочки выполняют очень интересные действия. Я видел в цирке, козочка работала лучше, чем собака дрессированная. Ух ты! Это вот действительно будет интересно посмотреть. Помимо этого, мы также открыли площадку, на которой, опять же, в течение дня дети могут порисовать. Это стоит стол и стулья, работают с ними аниматоры. Любой ребенок может присесть, порисовать разукрашки, может пособирать пазы. Материалы им выдаются? Все выдается, да. Могут взять мелки, порисовать с аниматорами на асфальте. Это вот пока то, что есть свое у нас в детском парке на сегодняшний день. Дальше у нас… А дальше, я так понимаю, последует… То есть, что-то еще ожидается, пусть не свое, но в сотрудничестве? Сотрудничество у нас… Мы плотно работаем с барабанщиками, с рыцарями, с певцами высокого уровня. У нас на сцене выступают с аксофонистами. Приглашаем эквилибристов, цирковые студии. Также приглашаем большие цирки с известным именем. У нас в прошлом году было два цирка. Один – Московский фонтан и второй – Юрия Никулина. Они показывали представление с настоящими дрессированными медведями у нас на сцене. Представляете? Я вообще уже понимаю, что детский парк – это такой отдельный мир. Я прекрасно понимаю, что там есть детям чем заниматься. Когда они приходят со взрослыми, куда девать взрослых? Обычно, когда взрослые, куда бы деть детей, а тут наоборот. Ребенок пришел в детский парк. Так, иди… Куда бы тебя с папой пристроить, чтобы не мешать? Во взрослую комнату. Ну, знаете, у нас много интересных площадок. У нас есть большая игровая площадка «Бригантина», на которой ребенок может поиграть. Есть в парке, работает Wi-Fi, зоопарк, много аттракционов, много действий на основной сцене, около дуба. Где-то… Я работаю над тем, чтобы каждый уголок детского парка был интереснее. Чтобы люди… Вообще, сейчас мы себя позиционируем, как театр под открытым небом. Да. Мы уже выходим на такой уровень. Поэтому, придя в детский парк, куда бы вы ни зашли, моя задача сделать, чтобы везде было интересно. Дети соучастниками становятся, вот, допустим, представлениями, которые там проходят, вовлекаются? Когда работает фокусник или звионист, он, конечно, приглашает детей. Когда работают аниматоры, наша традиционная дискотека, наше изобретение, можно сказать, дискотека в мыльных пузырях, с 4 часов начинается вечера и работает до… Мы даже поставили прожектора, потому что, когда становится темно, дети не расходятся. Им так нравится танцевать с аниматорами под детские песни. Некоторые уже знают, что у нас проходит дискотека, и в маршрутках ходят разговоры, а сегодня идем в детский парк на дискотеку в мыльных пузырях. Никочка, ты ходишь на дискотеку? Танцуешь? Я думаю, что да, очень красивая у тебя прическа, бантики, великолепный. Папа делал прическу? Как смог. Папа молодец. Ну, в принципе, действительно, что можно говорить, я когда-то в последний раз, ну, скажу честно, просто волей случая оказался в детском парке, сложилось впечатление, когда показывают такие, как это называется, больше, наверное, средневековые ярмарки, когда есть все и для взрослых, и для детей, и там какие-то циркачи выступают, там что-то можно интересное просто увидеть, пощупать, кто-то что-то рассказывает, и вот это вот настолько обилие, такой широкий выбор, ну, вот, что называется, как для семейного отдыха, то есть всем найдется. Да, причем это все бесплатно. Можно прийти в детский парк, купить мороженое и получить массу удовольствий. А что касается зоуголка, будет продолжаться расширение фауны, вольеров? Расширили. Сейчас закупаем металл, начинаем строительство вольеров, уже привезли металл, уже начато строительство большого вольера, потому что у нас пополнение в зоопарке, у нас есть 6-месячная львица, и 2 марта мама привела опять двух львен, львят маленьких, поэтому нам их надо куда-то девать, мы обязательно построим вольер большой, куда их всех переселим, у нас будет большой прайд львиный, с мостиком через вольер, чтобы можно было сверху наблюдать за животными. А, скажем так, зоопарки из других регионов страны не обращаются с предложениями, допустим, обменяться животными, предлагают своих каких-то животных? Предлагаю, спрашивают у вас, может быть, кого-нибудь попросить? Пока это не такие ценные, интересные животные, которые хотелось бы сюда привезти. Как только получим хорошее предложение, мы обязательно им воспользуемся. А вот скажите, сколько так приблизительно на вскидку приходит детей к выпускам, ну, каждый день в среднем, вот парк посещаемости? Ну, сейчас уже в преддверии каникул, ну, я скажу, что в достаточном будни очень много людей ходит. И на любой вкус, и каждый найдет для себя удовольствие. Это классно, это здорово. Детский парк, вот даже если взрослым, наверное, как-то скучно, все, детей и в парк гуляй. Тебе нравятся парки? Ну, давай, давай. Ника, молодец, она умеет держать язык за зубами. Вот умница. Она сохраняет интригу, скажем так. Правильно. Я напомню, в нашем эфире был Александр Шабанов, директор детского парка, и Ника Александровна, наследница. Спасибо вам за уделенное время, спасибо, что, несмотря на погоду, добрались до нас и за беседу. Спасибо вам. Спасибо вам большое, хорошего дня. Садики передавай привет, приходите к нам еще в гости, а вы же оставайтесь с нами. Впереди еще много интересного.